Дело не в размере, да? Дело не в размере. Дело в том, как ты умело пользуешься своим размером. Как это может родиться? Это в больном сознании. Дело в размере. Дело в размере. Но в современном формате. Но не Daihatsu, а Mitsubishi. Был Mitsubishi Minicap. Он-то уже такой современный был. K-Car микроавтобус. Но я думаю все равно интересно глянуть. Даже вот такой. То есть пусть он будет грузопассажирский. Но тем не менее. Всегда интересно посмотреть, как машины делались 30 лет назад. Во-первых, это полноприводная машина. Это реально полноприводный микроавтобус. Во-вторых, здесь двигатель ЕФ Именно вот этот двигатель они сперва в начале 90-х Напихивали просто во все свои машины И именно вот с этого двигателя у них основные вот эти все разработки начались До этого, конечно, тоже у них были разработки Это вообще модель, она с 70-х годов так-то длится Это уже седьмого поколения на самом деле То есть вы задумайтесь Это их еще достаточно много было до вот именно конкретно вот такой внешности Но в любом случае, вот для меня олдскульные выпуски это просто отдельный какой-то кайф Отдельный кайф вот специфических вот этих внешностей, необычных салонов Того, чего сейчас совершенно не увидишь Мне всегда казалось, что именно тогда в первую очередь думали о людях, когда делали машины А не о том, как бы побольше с этих машин себе заработать У нас микроавтобусик желтенький, его даже прозвали Пикачу Ну за такой, что он маленький такой, желтенький весь, клевенький Но он изначально был белый И вообще, вот эта штучка, это никакой не логотип Daihatsu Нет, тут здесь какая-то молния Там есть японские надписи, проглядывают сквозь краску Кстати, красился он, как оказалось, в Японии Он сюда прям пришел вот таким уже желтеньким Он когда-то принадлежал какой-то энергетической японской компании В общем, это не логотип Daihatsu Сразу там пресекаем вопросы, типа, что это такое здесь налепили Это не какой-то там колхоз Это просто вот он изначально с такой штукой пришел Машина в России уже бог знает тоже сколько лет Но, тем не менее, вот мне нравится, насколько она еще живая Да, я вижу, конечно, какие-то там у нее проблемки Но, опять же, у 30-летних машин у каких этих проблем не бывает Это все не критично Но здесь важно сказать, что с этими машинами Вообще вот с этими кейкаровскими микроавтобусами Грузовичками очень сложно по запчастям Я уже не говорю про то, что очень сложно купить кузовные запчасти Естественно, то есть это, скорее всего, будет Если вам придется его восстанавливать каким-то образом Скорее всего, будете делать какие-нибудь заплатки Сами формовать крылья, капоты Там вот что-то такое уже Новодел уже будет такой совершенно Так еще и технические запчасти По двигателю, по вот этому же ЕФ Несмотря на то, что он в свое время был очень распространенный По двигателю, по подвеске Вот так вот уже просто не придешь в магазин и не купишь Это все делается на заказ Более того, это все делается на заказ, по сути, через только один каталог Я вот специально внизу и в описании Именно даже не проговорю, а напишу, чтобы вы, если что, нашли Где можно искать на него запчасти По ЕМЭКСам, Экзистам, ничего по нему не бьется Вот такие вот дела Он реально очень маленький У него всего 3,3 примерно длина 1,4 ширина Вот у нас вариант с низкой крышей У него рост 1,73 метра Варианты с высокой крышей Они тоже были высокими крышами Вот с такими, ну как вот Там уже рост у него 1,90 метра был бы Там прям ходить можно было бы внутри Смотрим, значит, какие у нас здесь есть плюсы, да Во-первых, у него две сдвижных двери То есть у него сдвижные двери и с этой, и с той стороны У нас, понятно, бедная комплектация у нас Крутилочки на дверях То есть нет электростеклоподъемников Хотя они, конечно же, в других версиях бывали У него тут, конечно, только такая лавочка Просто буквально лавочка Ее можно склажить, мы даже вам покажем Но мне нравится, как расположен двигатель в таких машинах Именно благодаря вот такому расположению двигателя Под сидениями, под передними Получается, что машины становятся юркими, управляемыми Хотя, конечно, не особенно безопасными Да, в принципе, в те годы вообще в машинах не особо-то было Каких-то систем безопасности Тогда надо было уметь водить машину, да А не просто на кнопки жать и ехать каким-то образом За тебя машина думает, как сейчас Любая, бог знает кто, покупает права, да И ездит, бог знает как За нее машина думает, как ей в поворот входить Тогда нужно было думать, как ездить Ну, хоть у него особо никаких систем безопасности нету Но у него вот считается травмобезопасная рулевая колонка Трехточечные ремни все-таки не просто двухточечные У нас четырехступенчатая механика Но они бывали с пятиступенчатыми механиками Но, на удивление, только заднеприводные И понемножечко посвежее В 93-м году исчезло вот это поколение Ой, слушайте, вот с места-то так-то без гидроча тяжеловато У него, конечно, огромная парусность Просто невозможная Я вам так скажу Нам даже в инструкции написано, что нужно в этом плане быть осторожным Потому что он реально сдувается любой фурой Тут впечатлений мне достаточно Я и знаю эти бусики Давайте пробовать его полный привод У нас тут как раз скользкая горка рядом Машина называется Сядь в микроавтобус, ощутить себя Стасом Борецким Но он на самом деле эргономичен Вот я просто, смотрите, я просто сел Смотрите, как четенько у меня руки кладутся на руль Как четенько у меня рука кладется на рычаг передач Еще такая прямо клевая гофра Он полноприводный, у него есть рычаг включения полного привода Опять же, заметьте Полный привод с кнопки, ребят С кнопки Просторно по бардачкам Ну смотрите, это же вам не буханка какая-то, где бог знает где находятся бачки Смотрите, бачок Это, насколько я понимаю, это тормозная жидкость Ну вот, которая, скорее всего, бачок здесь один на сцеплении на тормоза Вот он здесь находится У меня, кстати, в микроавтобусе примерно так же То есть он тоже вот в этом месте расположен Приборка без стахометра Но зато с прямо конкретно, определенно, точно видными значками Давайте посмотрим, просто маленько походим Ну вот на его состояние посмотрим Первое, что я на что Ой Стас Борецкий, да, не помещаюсь Первое, на что я обратил внимание Это на то, что у него непровисшие двери У моего микроавтобуса двери провисают Хотя он моложе этого микроавтобуса лет на Так, погоди-ка Нет, он не сильно моложе этого автобуса Он на 4 года, получается, моложе моего Старше моего автобуса всего лишь Но, тем не менее У моего двери начали провисать У этого, не, не провисает Смотрите, как закрываются Просто вот Вы видали? Охренеть можно Ну и елки зеленые Он жив, живее всех живых Так скажу Конечно же, живее всех живых Он, потому что в него вложено достаточно много сил и труда То есть сейчас эта машина Ну, в живом состоянии Садись, езжай Но Когда-то это не было Так, естественно Поэтому я считаю, что такие машины должны попадать Только в хорошие руки, ребят Дверные карты у него, конечно, совсем плоские такие Честно говоря, я бы занялся шумоизоляцией такой машины Вибро даже изоляции, чтобы у него вот не было просто голых таких металлических Вот таких поверхностей Я, насколько знаю, проблемы микроавтобусов Я вот сейчас придирчиво посмотрю на арочки Немножко с рыжечками, но Даже живее, чем было у меня до того, как я эти арки переваривал У него всего лишь одна пипка, которая разбрызгивает омывайку Но пипка двойная То есть, в принципе, хватает Посмотри, у него есть воздуховод в ноги Закрывающийся задвижкой Гляньте Аварийка, как всегда, кнопкой на руле Причем, кстати, аварийку нужно нажимать и отключать То есть ее не повторным нажатием, а ты ее прямо должен вытащить Итак, проем двери В проем двери 75 Сколько у него именно от пола до потолка? Метр 20 У него потолок вот в этой версии натяжной То есть там просто вот шкурка и поролончик Эти ребра жесткости Но можно, конечно, сделать его более такой мягкий У тех, которые высокая крыша, да, были, которые high roof У них был потолок, точь-в-точь, как у меня в микроавтобусе Тоже такой волгообразный, натянутая такая вот эта виниловая ткань Скамейка сложена Теперь давайте, посмотрите, я могу померить багажник, будучи здесь Даже туда не ходить Итак, глубина багажника ровно метр Вместе с сложенным сидением метр сорок пять А до передних сидений метр восемьдесят пять Это по сути есть грузовичок, только с кузовом, елки зеленые С крышей Грузовичок натурально Смотрите, по документам у него грузоподъемность всего лишь в районе 250 килограмм Я помня, да, видео про Mitsubishi Minicap Грузят раза в три, если не больше, больше Рессоры это держат И он, самое удивительное, едет с этим грузом Мотор всего лишь сорок две лошадиные силы Три цилиндра Ну, как обычно у хейкаров, как я уже сказал Ноль семь литра объем Сорок две лошадиные силы Кстати, вы можете, в принципе, даже Если вдруг кого-то интересует покупка, да, такого Микроавтобусика Вы можете ориентироваться по номеру кузова Вот этот кузов, 80-й, по сути, появился в 86-м году И те, которые хорошие комплектации, это S83 То есть полный привод и, соответственно, уже более современный, ну, на те годы, да, мотор То есть те, которые другие цифры, соответственно, 82, это задний привод исключительно Это уже, соответственно, похуже именно в техническом плане Смотрите, какую я штуку сделал Теперь, видите, то есть можно было сложить просто книжечкой А можно сложить полноценно Резиночка немножко не форма... она сформовалась Видимо, давным-давно уже так не раскладывали резиночку И теперь, ну, как, в принципе, зачем мне еще раз так делать Метр восемьдесят пять глубина Смотрите, ребят, что тут нашел У меня прям даже здесь есть мануальчик под хайджет Слушайте, это вообще бесценная вещь Вот, зная, насколько все по таким автомобилям редкое Даже несмотря на то, что он на японском языке То есть у него нет английской версии Это все перевести, ну, делать нефиг Гугл-переводчик с этим справится назапросто Даже вот в телефоне элементарно Ну, понимаете, вот эти все мануалы Тут даже вот версия грузовичок, версия хайруф Все версии есть Ну, у которых хайруф, у них даже тоже бывали люки В крыше, прямо вот как у таунайсов То есть тоже можно было приоткрывать такие стеклянные аквариумные Они, естественно, бывали на автомате У них бывали подлокотники у сидений Ну, то есть, я же говорю, если задаться целью То его можно найти, ну, уровнем жирности На, ну, примерно как таунайсы те же Слушайте, тут у меня прикал, тут даже нарисовано Как на него надо цеплять цепи Написано, что на него есть чехлы Прям чехлы, типа, от снега Там прям целиком чехольчики продавались Видимо, это отдельные были комплектации такие Можно было докупить такую опцию Слушайте, прикольно, прикольно О, смотрите, какие прикольные есть опции Есть сеточки под потолком Сеточки под потолком Вот так можно натягивать 20-летней давности техосмотр А это, кстати, вот японский чек-лист Для техобслуживания Это вот, тут вот, как бы, они галочки ставят Типа, что в порядке Ну, типа, не техослуживания, а техосмотра Можно вот разглядеть эти буковки Которые были изначально на машине написаны Я бы, кстати, его даже, может быть, и, ну, не убирал бы их Я бы их, может быть, наоборот, бы ярко вернул Такое, знаете, что-то, как в Ниши Алди, да Там хачерок уже был в каких-то иероглифах Там же тоже название этой, что у него там, ресторан-то Тофу, да, этот был Вот, так и здесь это Пусть бы и была бы какой-то энергосбыт там Японский, пусть бы и был бы Кстати, а я крупненько подсниму Может быть, кто возьмет там на паузу поставит Переведет, что написано Смотрите, мне вот это прикалывает Гляньте Написано Новое поколение То есть, шестьсот шестьдесят кубов, да То есть, вот он момент настал Когда мы сделали чуть-чуть побольше двигателей Раньше было пятьсот пятьдесят кубов, да Там тридцать лошадок И вот, наконец-то, настал тот час Ну, да, на самом деле Вот именно тогда Появились вот эти новые стандарты кейкаров По ширине По высоте Там, по глубине И так далее И вот по объему двигателя Смотрите, я еще, кстати, обратил внимание Интересный момент Что у него выемка под длинные номера, да Но крепление под квадратный, японский То есть, вот здесь Ну, не знаю Я посмотрел Они, в принципе, поставлялись Во всякие там Аргентины Ямайки, блядь, Аргентины Но, тем не менее Там же у них вроде тоже не длинные номера Они же у них там вроде по американскому стандарту Но не суть Ладно Давайте, кто там знает Особенно шарит От чего здесь поставили ручку Живые упоры Бумс, да Не, живые Живые упоры Лайк Погрузочное пространство Вот он такой, вот знаете Простор для какого-то технического творчества Согласитесь Вот сейчас время такое настало Когда можно реально купить себе вот такую По сути, игрушку Которая, в принципе Она и практичная, да Ты можешь ею, естественно И пользоваться как есть, да Особенно, если у тебя какая-нибудь небольшая стройка Может быть на дачу какие-нибудь Что-нибудь возить И в то же время Можно реально построить из нее Просто прикольный проект Напичкать музыкой, как минимум Его можно вообще массировано Дело не в размере, да Дело не в размере Дело в том, как ты умело пользуешься Своим размером Аккумулятор по гоночному Перенесен в багажник По спортивному Но крепление зато прям надежное И тут, понимаете, такая ниша Что большущий аккумулятор сюда не поставишь Только вот четенько тот Какой сюда положен Но зато Он никуда точно не денется И точно никуда не сместится Не болтанется Зато смотрите, как Здесь сделан доступ К радиатору То есть радиатор находится здесь То есть можно часть мордочки снять Но Ребят, не все так просто Я, честно говоря, по инструкции посмотрел Там, ну, естественно, надо переводить Скорее всего, да То Там она показана Вроде как, как будто она Вынимается просто Но судя по тому, что здесь Болтики тоже есть Так что я предполагаю, что это Было изначально То есть Этот капотик Крепится на вот таких Винтах с барашком Из салона То есть, чтобы ее вот так вот снять Нужно туда пробраться И их открутить И тогда вот она Вот так вот Видите, она на барашках Вот так держалась Вот так ее раз И снимаешь Ну, не эргономично Я бы так сказал Но Вы знаете, у меня в микроавтобусе Вообще ничего На морде не откручивается Я так скажу Здесь хоть что-то откручивается Так, левый-то я сразу нашел Теперь сейчас надо понять, где правый Я не знаю, где он Двигатель ЕФ По сути, этот двигатель Вот как начался в конце У нас в 80-х В самом конце 80-х В начале 90-х И длился прям практически Ну, не знаю Практически до конца 2000-х Просто с различными модификациями Во всяких тереусах То есть, уже более современными Он стал там двухвальный Вот здесь еще одновальный Турбинки Впрыски Прочие В общем, он совершенствовался Но технически Изначально блок, по сути Как вот был изобретен Да, вот как оно изначально пошло Так оно потом еще очень долго длилось Но действительно Вот сейчас вот со всем вот этим навесным оборудованием Действительно сложновато Это у нас обычная атмосферная версия Не турбированная Здесь важнее сказать Что он примерно так же Как в Люсиде Кто не смотрел Очень популярный ролик Про Эстиму Люсиду Лежит на боку То есть, все его три цилиндрика Вот они здесь как раз видны Это, конечно, позволяет нам Относительно удобно Его обслуживать То есть, у нас в очень хорошем доступе Свечки Маслозаливная горловина Те же вот фильтра Все очень хорошо доступно То есть, реально даже через маленькие вот эти окошки Удобно машину ремонтировать Удобно машину обслуживать Хотя, конечно, большинство людей Сказали бы, что Если что-то более-менее серьезное Надо его вместе с подвеской вниз туда И все И тогда только что-то с ним делать Тот же ремень Генератора, да Чтобы поменять Ну, надо иметь худенькие руки И длинные пальцы Крутящиеся легко Моя копытка точно не пролезет туда Сто процентов Гидроусилителя у машины нет Кстати Благодаря тому, что у нее маленькие колесики Вы в целом можете ею управлять Но гидроусилителя нет Крепление-то, очевидно, есть под гидроусилитель Вон они И натяжители Крепление под гидрач Ну, по сути, что это еще может быть Кроме как гидрач Машина имеет систему прокачки Вот, системы охлаждения То есть, вы можете Открыть некоторый клапан И, соответственно, если вы что-то ремонтировали Спустить воздух Не надо там, знаете, как печку прокачивать Обычно там морду задирать Или еще что-нибудь Да, вот до генератора, конечно Вот вроде бы вот он Я его вижу Ну, вот туда пролезть Вот я могу даже кончиками пальчиков потрогать ремешок Ну, блях, а я до натяжителя, походу Ну, хотя, может, дотянусь Вот если длинным трещоточкой Вот такой накидным ключиком с трещоточкой Можно его ослабить Получается ремешок вытянуть Можно выкрутиться Так, полный привод я включил У меня загорелась лампочка полного привода Яс Место Скользкая фигня Резина не шипы Всесезонка Как делать нехрен Он, слушай, он даже не буксанул ни разу вообще Тут вот поболее скользкая Я сейчас на понижайке давай Вот, скользкая огорушечка Еще я туда в поворот С места Включу сейчас понижайку Понижайка на месте Эх, елки зеленые Со второй передачи Красава, а? Вот таратайечка-то молодец Мне уже как-то раз в комментариях написали Ян умеет кайфовать, блин, даже с какой-то вообще не кайфовой машиной Ну что, угарно, блин? Слушайте, маленький да удаленький, однозначно Вообще Бибикает даже клево В общем, ребят, я надеюсь, вам нравится мой контент Подписывайтесь на канал Рекомендуйте канал друзьям Пишите комментарии Мне всегда все интересно Ну, е-мое Ну, классно же вроде Стараемся же для вас Давайте Всем пока Еще впереди целая куча роликов Про классные, интересные тачки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин